Настоящий договор. Каждый хозяин дома обязан заключить с гостем, который приходит через систему Хайла Цара. Это является обязательной частью условия соглашения с Хайла Царой для того, чтобы в первую очередь обезопасить самого хозяина, и в то же время, чтобы клиент тоже был защищен от того, что он действительно может здесь жить и на сколько времени он там сделал договор. Неважно, сделал человек, клиент оплату уже всю сумму заранее, либо он пользуется системой сайта только как забронирование и рассчитывается с хозяином на месте. На текущий момент все бронирования через Хайла Цара работают только по схеме, когда клиент оплачивает заранее всю сумму и только тогда получает контакт от клиента. Но на будущее, возможно, эта система изменится и клиент будет платить только комиссион, а на месте, когда по приезду будет рассчитываться с хозяином дома, как уже на месте оплачиваем. И в первом и во втором случае, хозяин дома обязан заключить настоящий договор с клиентом. И в первый момент, когда клиент приходит, показать ему условия дома, все. Если клиент согласен с этими условиями, все, то есть это все соответствует описанию тому, как оно написано на сайте, клиент должен дать хозяину паспорт, хозяин должен это потребовать. Причем желательно со всех людей, которые обитают, сделали бронирование, кто будут жить. И заключить следующий договор. В данном случае, я хотел бы рассказать, что это такое, как этим пользоваться. Здесь мы пишем дату. И дату нашу. Здесь какой-то номер вашего контакта. То есть, если у вас было до этого 100 человек, и это 101, напишите здесь 101. Вы должны заключить два таких договора. Один вам, один клиенту. И договор, и ваше имя, фамилия, ваш персональный код. Это если у вас паспорт заграничный, можете заказать здесь, написать номер заграничного паспорта. Здесь, к какому адресу вы сейчас проживаете. И далее клиент. Какое он имя, фамилия, его код персональный. Если это заграничные клиенты, то это может быть его паспорт, номер, что-то уникальное, что его персонализирует. И дальше проживающие по адресу. Вы пишите, какой адрес у него там прописка. И ниже вы, значит, стороны. В данном случае, хозяин и клиент. Вы пришли к следующей договоренности. Хозяин предоставляет клиенту в пользование жилое помещение, определенное, настоящим договором. А клиент обязуется использовать данное помещение в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора. Подписание настоящего договора осуществляется на основании заявки, поданной клиентом через интернет-сайт Хайл Цар МД. На сторон по настоящему договору распространяются все обязательства, закрепленные за ними. При использовании сайта, в правилах пользования сайтом, и они обязуются соблюдать все условия в отношениях друг с другом, которые закреплены в договорах, соглашениях и правилах, которые они обязались соблюдать при использовании вышеуказанного сайта, при оформлении отношений с его администратором. Помещение, предоставляемое клиенту в пользование, соответственно, со чем договор составляет. Здесь вы должны иметь шаблон, описать, вы сдаете в аренду, что комната, две комнаты, три комнаты, весь дом, или это ваша бунгало, или что вы конкретно сдаете, или там сток сена, который клиент хочет там жить, неважно. Вы здесь должны описать, что вы сдаете в аренду. Дополнительные помещения, удобства, которые может пользоваться клиент, например, это кухня, туалет, ванна, парковка, летний душ, так далее. Вы здесь это через запятую опишите. Дополнительные условия, если есть какие-то. Период проживания, то есть вы должны здесь четко заказать дата от и до, когда они проживают. Количество проживающих гостей вы должны здесь написать не только саму цифру 7, но также написать в прописи, сколько человек будет жить. И оно не должно превышать количество, указанное в заявке при бронировании клиентам жилья через сайт. Лица, указанные в пункте 7, обязуются соблюдать все правила, указанные в настоящем договоре. Согласие указанных лиц подтверждается подписью в анкете гостя, которая прилагается к настоящему договору и который обязан заполнить каждый гость, включая клиента. Обязательства хозяина по настоящему договору возникают только после заполнения и подписания указанных анкет. Оплата по проживанию. Это проживание производится клиентом только через использование платежных механизмов хайла цары на текущий момент. В будущем, может быть, это будет иначе, может быть, клиент будет платить напрямую, только оплатив комиссион заранее, но на текущий момент эта система только так. Основные обязательства клиента и гостей – соблюдать нормы и требования законодательства Республики Молдова при использовании помещений и других удобств, предоставляемых хозяином, включая требования соблюдения общественного порядка, соблюдать в период проживания нормы вежливости и добрососедства в общении с хозяином и третьими лицами, пользоваться удобствами и услугами, предоставляемыми хозяином в соответствии с требованиями, установленными хозяином и их назначением, соблюдать любые дополнительные условия, указанные хозяину в своем объявлении на сайте ХЛЦ РНД, бережно относиться к имуществу хозяина и любых третьих лиц и не допускать причинения ущерба данному имуществу. В настоящее нарушение обязательства со стороны клиента и других гостей хозяин имеет право потребовать возмещения причиненного ущерба, в том числе посредством обращения в судебные инстанции и связанных с этим дополнительных расходов, включая судебные расходы и издержки, вызвать представителей полиции и милиции в случае нарушения со стороны клиента и гостей законодательства действующего и норм общественного порядка, сообщить о нарушениях администрации сайта ХЛЦ РНД для принятия решения администрации по применению каких-либо санкций гостю или гостям. Хозяин обязан предоставить в пользование клиента и гостей помещения, в которых был произведен заказ через сайт, предоставить гостю и клиентам все условия и удобства, указанные в объявлении на сайте ХЛЦ РНД. Помещения, представляемые в пользу, должны соответствовать нормативным требованиям безопасности в области строительства, пожарной безопасности и санитарной нормы. Обеспечить клиенту возможность связаться с хозяином в любое время и быть доступным для клиента с целью разрешения вопросов, возникающих у клиента. Хозяин обеспечивает каждого гостя чистым постельным выльем, мылом, туалетной бумагой и полотенцами по количеству гостей. Хозяин обязан всегда оставаться дружелюбным в отношении с клиентами и гостями, а также оперативно решать возникающие у них проблемы. В случае несоблюдения хозяином обязательств, указанных в пункте 12, клиент имеет право требовать от хозяина оперативное исправление возникших недостатков, сообщить о нарушениях, допущенных хозяином администрации сайта Хайлотс РМД для последующего принятия санкций в отношении хозяина. Связаться с представителем администрации сайта Хайлотс РМД с целью более оперативного решения возникших проблем. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий между сторонами стороны обязуется предпринять все усилия для их мирного решения. Стороны также обязуются привлечь к процессу переговоров представителей сайта Хайлотс РМД для обращения в судебную инстанцию в случае, если невозможно достичь соглашение посредством переговоров. Стороны имеют право обратиться в компетентную судебную инстанцию. И анкета гостя – это каждый из гостей, который приезжает, например, забронировало 6 человек, вы составили контракт с одним из них, а каждый гостя отдельно должен написать, заполнить свои данные. То есть каждый из 6 человек должен заполнить вот эту форму. Дата. Значит, он ознакомливается данные. Хозяин – документ, удостоверяющий личность он должен предоставить. Имеет право снять копию хозяина с этого документа. Адрес постоянного проживания. Персональный код. Фиксированные мобильные телефоны. Номера выдачи удостоверенного документа, удостоверяющего личность и период проживания. И анкета гостя. Они две вот эти анкеты, они одинаковые. То есть хозяин, распечатывая такие вот анкеты как можно больше, он всегда, если он действует по этим правилам, он всегда защищен от случаев, когда что-то может происходить не так, как у него.